Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», 40 глава. «Много трудов предназначено каждому человеку, и тяжело иго на сынах Адама со дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к матери всех». В этой фразе очень много глубин представляет нам богомудрый наставник и напоминает нам о том, с чего началась наша жизнь в этом месте изгнания, в той земле, которая производит человеку уже не райские плоды, но терния и волчцы. «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Вот что заповедал Господь человеку в его поврежденном состоянии после грехопадения. И эта ига, которая возложена на человека в течение всей жизни его, которую он предназначен нести, будет с ним до исхода. И матерью всех называется земля, от которой взят человек и в которую возвращается. Исходя из чрева матери, он промыслом Божьим, таинственными судьбами, судьбами Господними, призывается из небытия в бытие, и прежде того, будучи ничем, и возвращается в прах, только не для того, чтобы и остаться прахом, но приобретя бессмертную душу от Господа, он призван ее приуготовить к вечному сопребыванию с Богом. Мысль об ожидаемом и день смерти производит в них размышления и страх сердца. Помни последнее, твоей вовеки не согрешишь. Это знания о неизбежности смерти для каждого из нас являются уздой против развития греха. Бессмертный дух падший обречен наследовать озеро огненное, для него Богом уготованное, но для человека Богом положена узда смерти, и эта смертность для человека великое смиряющее обстоятельство, и память о ней делает его богобоязненным, производит размышления и страх сердца для всех, от сидящего на славном престоле и до поверженного на земле и во прахе, относящего порфиру и венец до одетого в рубище. Этими словами наставник показывает нам, насколько безценны и не имеют цены пред очами Господнями по-настоящему ни величие царское, ни бедность, все сие прах и пепел, все возвращается в эту самую землю, потому надлежит не превозноситься в годы жизни своей земной, какими бы великими дарами не был ты почтен, какими бы богатствами не сопровождалась твоя земная жизнь, завершение ее одинаково и для одетого в рубище, и для того, кто в царскую порфиру облечен у всякого досада и ревность, и смущение, и беспокойство, и страх смерти, и негодование, и распря, и во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его. Какая печальная картина, но в ней многие узнают свою жизнь, и в тех же эпитетах, которыми сами описывали ее, какова жизнь, вот такова, то досада, то ревность, и смущение, и беспокойство, и страх смерти, и всякая болезнь усиливает этот страх, поскольку есть напоминание о тленности нашей, о неизбежном исходе, даже тогда, когда они подлечиваются, и даже тогда, когда время отдыха приходит, сны, как отражение земных беспокойств, смутные, тревожные, не оставляют человека, и расстраивают, и расстраивают ум его, тогда, как призваны взбодрить. Мало, почти совсем не имеет он покоя, и потому и во сне он, как днем, на страже. Это не то же самое, о чем говорит книга «Песни песней» Соломоновых, «О сплю, а сердце мое бдит». Там речь идет о памятовании, о женихе, о непрестанной молитве души ко своему Создателю. Но здесь действительное отсутствие покоя по причине этого самого малодушия, недостатка упования на Господа, который проникает и во сны. Будучи смущен сердечными своими мечтами, как бежавший с поля брани во время безопасности своей, он пробуждается и не может надевиться, что ничего не было страшного. Какое нагромождение печали, кроме настоящих беспокойств, века сего, еще и во снах, и в мыслях, и в мечтаниях приходят прилоги и страхований больше тех, которые и в реальности посещают в жизни. И просыпающийся от этих страшных снов не может надевиться тому, что ничего страшного на самом деле с ним не происходило, тогда, как душа его ужасается, смущена. Хотя это бывает со всякой плотью, от человека до скота, но у грешников в семь крат более всего. Потому будем помнить, что частая исповедь и возвращение душе своей мира и чистоты, ее благодатное состояние залог и здорового сна, залог и свободы от наваждения бурных и нечистых помыслов, от смущений во сне и наяву. Смерть, убийство, ссора, меч, бедствие, голод, сокрушения и удары, все это для беззаконных, и потоп был для них. Этими словами богодухновенный учитель наставляет нас относиться ко всем событиям века сего, о которых столь услужливо преподносят нам информацию, предназначенные для этого средства, о том, что все это есть неизбежные последствия грехопадения и смерти, убийства, и ссоры, и всякие кровожадные нашествия одних людей на других, все это для беззаконных. Ибо когда не было беззакония на земле, тогда и совершенный мир пребывал на ней, и не было на ней слышно ни о войне, ни об убийствах. Все, что от земли обращается в землю, и что из воды возвращается в море. Всякий, всякая несправедливость, всякий подарок. Тут точнее говорится не о даре всяком, ибо есть и дары необходимые, и мы призваны самих себя в дар другим служениями своими преподавать. Но речь идет о незаконно приобретенном, как бы неоплаченном. Всякий подарок и несправедливость будут истреблены, а верность будет стоять вовек. Имения неправедных, как поток иссохнут, и как сильный гром при проливном дожде прогремят. Таково свойство тех имений, которые приобретаются неправедно. Они не обеспечивают благополучия и благонадежности своим хозяевам и сами неблагонадежны. О таких имениях сказал Господь безумец в эту ночь душу твою истяжет от тебя и все, что ты собрал, кому достанется. Кто открывает руку, тот бывает весел, а преступники в конец погибнут. Открытие руки это знак приветливости, открытие руки это знак щедрости, и не запотеет там монета, которую намеревается подать человек. Открывание руки для объятия есть знак любви и милости, и устроенный так и содержит в себе веселость, радость бытия. А преступники в конец погибнут. Потомки нечестивых не умножат ветвей, и нечистые корни на утесистой скале. и так не только самим злодействующим и нераскаянно живущим во грехах и обидах причиняемых ближним надлежит быть наказанными, но и потомки их не то, чтобы будут за них иметь отмщение, но унаследуют навыки, подобные своим предкам, и в этих навыках гнусных и жестоких и сами получат то же, что получили их предшественники. То есть законное воздаяние. А сока при всякой воде и на берегу реки скашивается прежде всякой другой травы. Там, где изобилие вод, там и радость, и там, где много травы, там и достаток и питание. Поэтому щедрость, изображаемая в данном слове водою, порождает многие плоды, которые и собирают для пользы дела. Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек. Благотворительность, как рай. Интересно, что речь идет не о тех, кому поступает благотворительная помощь, а о тех, кто благотворит. Сама благотворительность, сама возможность быть с ней в единстве и в союзе для тех, кому она по душе помещает своего исполнителя, своего служителя, своего соратника в рай. Она полна благословений, возвращающихся к тому, кто щедро расточает свое, и милостыня пребывает вовек. Жизнь, довольного своей участью и труженика, сладостна. Как не вспомнить слова апостола Павла, самое высокое стяжание, самое полезное и богатое — это благочестие с благодушием. Но превосходит обоих тот, кто находит сокровище. О каких же сокровищах идет речь? Дети и построение города увековечивают имя, но превосходнее того и другого считается безукоризненная жена. Не раз в наших главах этой книги мы с удивлением вдруг замечали, после размышлений глубоких и высоких богомудрого наставника, он опять возвращался к теме праведной супружницы, насколько это великое сокровище, видимо, и для самого писателя, и наставника, и для детей его, и для нас с вами, это остается актуальным и важнейшим делом для тех, кто, разумеется, еще находится в этом периоде. Обретение супруги и начало семейной жизни, как высока и прекрасна участь того, кто именуется нашедшим сокровище, если только обретает благочестивую жену. Вино и музыка веселит сердце, но лучше того и другого любовь к мудрости, ибо именно любовь к мудрости делает восприятие человеком окружающего мира и точным, и возвышенным, поэтому и выбор своей спутницы жизни для такого будет безошибочен, а тот, для кого только блестки века сего, и тленные удовольствия плотские играют главнейшую роль таковы, и ошибется, и приобретет в себе нечто блестящее, но колючее, нечто с виду привлекательное и манящее сладостями, но гнилое и столь обременительное, что сделается жизнь его тягостной, и напротив великое сокровище и награда для благочестивого, и умудренного, это супруга, веселящее сердце его. Приятности красота вожделены для очей твоих, но более той и другой зелень посева. Зеленью посева, как мы уже упоминали, изобильную траву, траву при воде, называет он те духовные ростки в душе, замечая которые и собирая которые, и стремясь к которым, мы действительно будем людьми обеспеченными. Друг и приятель сходятся по временам, но жена с мужем всегда. Вот закон жизни супругов. Однажды, будучи соединенными таинством венчания, уже не расходиться в стороны, но по жизни идти вместе, каждую минуту, стремясь друг друга поддерживать и оказываться рядом. Братья и покровители во время скорби, но вернее тех и других спасает милостыня. Действительно кажется, что гораздо благоразумнее поставить расчет свой на тех, кто может оказать помощь и делом, и словом, и деньгами, тогда, как наступит скорбь. Но будь благоразумен и смотри еще дальше. Самым лучшим твоим помощником будет твоя собственная милостыня, в которой ты будешь пребывать прежде еще наступивших скорбей твоих. Золото и серебро утверждают стопы, но надежнее того и другого признается добрый совет. Здесь мы видим согласие милостивого сердца с способностью принятия и получения доброго совета. Человек милостивый особым образом хранит смягченным сердце свое, и это сердце оказывается способным слышать. Это сердце как бы привлекает себе те рекомендации, те слова по части духовной и благословения, которые исполняя. Она и становится победительницей во всяких испытаниях и трудных этапах жизни своей. Богатство и сила возвышают сердце, но выше того страх Господень. Итак, миссия богатства и сил земных только возвысить сердце, что небезопасно, ибо надменное сердце может забыть о Господе. Помни подлинную высоту, бойся Бога и чти его, и окажешься и богаче и сильнее тех, кто только земными богатствами и силами превозносится. В страхе Господнем нет недостатка. Вот признак совершенных личностей. Они именно тогда и во всем гармоничны, когда главой их внутренней жизни является благоговение пред Господом. И нет надобности искать при нем помощи. Страх Господень, как благословенный рай, и облекает его всякую славу. Сын мой, не живи жизнью нищенской. Лучше умереть, нежели просить милостыни. Это наставление трудиться. Это наставление о том, чтобы никто не настраивался от одного окружающего милосердия ближних приобретать себе пропитание. Речь вовсе не о том, будто недостойны милостыни те, кто не имеет здоровья приобретать себе в поте лица своего хлеб насущный. Речь о том, что сам ты не оправдывай ленность свою, своей готовностью жить бедно и по-нищенски. Кто засматривается на чужой стол, того жизнь не жизнь, он унижает душу свою чужими явствами. Свой хлеб приобрети своими трудами, не будь прихлебаем, не будь зависимым по причине своего мнимого смирения, а на самом деле из-за неуважения к своему собственному достоинству человека, который призван в потере цатвы своего хлеб свой приобрести и в изобилии еще в таком, чтобы подавать и требующим. Потому заглядывающийся на изобилие чужих столов, не потрудившийся ради необходимого в своем собственном доме, пред Богом Богу не угоден. Но человек разумный и благовоспитанный предостережет себя оттого. В устах бесстыдного сладким покажется прошение милостыни, но в утробе его огонь возгорится. Вот продолжение этой же мысли о том, что истинная бедность и потребность в услугах других, которые бывают из-за телесной немощи бывают законными, но оказываются бесстыдными и мерзкими пред Богом те, которые решили выпрашиванием у этой жизни или у окружающих людей приобрести себе благосостояние. И кажется, что легко приобретаются деньги, которые не заработаны, но оставляют своему приобретателю совесть воспаленную. В утробе его огня возгорится. Это значит, что подлинного мира не приобретет тот, кто не хочет потрудиться. И этот труд, состоящий и в физическом делании, и в духовных усилиях, конечно же, необходим для всякого и начинающего жизни, и продолжающего, и заканчивающего его, чтобы вкушать хлеб свой с благодарением Богу и самому являться источником милостей, как словесных, сердечных, так и материальных для тех, кто нас окружает. влюбить. Продолжение следует...